Эта идея посетила мою голову абсолютно случайно, хотя я абсолютно целиком и полностью понимаю, почему эта идея пришла мне в голову, потому что я очень-очень давно хотела себе сделать салонный красивый маникюр. Но все упирается в то, что у меня не получается записаться к мастеру, к сожалению. Но и здесь есть свои плюсы, потому что в сегодняшнем видео я с вами поделюсь тем методом, который абсолютно сможет сделать каждый дома. И ты сама себе сможешь сделать салонный маникюр действительно за 5 минут без особых усилий и вложений. Если же вы случайно попали на данное видео, добро пожаловать. Меня зовут Слава, вы на моем канале, а мы начинаем. Ну что ж, мы с вами перешли в режим говорящих рук. Как можно заметить, маникюр у меня сейчас уже с низшим состоянием. Для начала, для того, чтобы использовать вот такие вот накладные ногти, сегодня мы будем их использовать. И да, сейчас опять возвращается мода именно на накладные ногти. Вот сегодня проверю, действительно ли качество этих накладных ногтей улучшилось, действительно ли они будут стойкими, насколько их хватит, как легко их снимать. И возможно ли делать другие свои какие-то занятия с этими ногтями, не слетят ли они. У меня здесь идут бюджетные от двух брендов. Один шел без клея в комплекте, второй я взяла ради клея. Скорее всего, что я буду использовать более длинные ногти из этой упаковки, а клей будем использовать из этой упаковки. Итак, для начала мне нужно снять полностью весь лак, который у меня имеется на ногтях. Теперь, следующий шаг, я сейчас ручки замочу в водичке, для того, чтобы кутикула размягчилась и легче можно было ее почистить. Примакиваю ручки полотенечком и сначала я беру вот такой шпателек и оттягиваю кутикулу и все омертвевшие ткани, которые находятся на ногтевой пластине. Ногтевая пластина для того, чтобы делать последующие манипуляции, должна быть очень-очень чистой. И видите, я прям вот этой лопаткой я захожу под кутикулу. На второй стороне у меня имеется такой, не знаю, как это называется, но в общем, тоже шпателек более острый. И я уже подчищаю вот эту зону от омертвевших клеток. Он как бы снимает эту ткань. Дальше я беру кусачки и все вот эти зоны, что я очистила, отстригаю. Итак, ноготки я почистила на обеих руках. Дальше я считаю абсолютно логическим шагом эту ногтевую пластину чуть-чуть протереть бафиком, для того, чтобы было сцепление клея вместе с вот этим накладным ногтем лучше. Бафика у меня нет, но я возьму самую деликатную пилочку в своем арсенале и пойду поверх всей ногтевой пластины на всех пальцах. У меня, к сожалению, без ворсовых салфеток не имеется, поэтому я взяла микрофибру, поскольку микрофибра очень хорошо убирает пыль. И проходимся полностью, прочищаем ногтевую пластину от остатков ногтевой пластины. Короче, с пыленого материала. Ну все, теперь мы на этапе подбора ногтей. Как я уже говорила, я буду брать ногти, которые подлиннее, у них более такая вытянутая форма. Лучше всего, конечно, делать примерку для каждой руки отдельно, потому что пальцы могут отличаться. Начну я именно с левой руки, потому что я правша. Правой рукой, естественно, удобнее будет это делать. И начну, наверное, с указательного пальца. Здесь клей открываю, идет вот такая пипеточка. Беру ноготок. Наверное, удобнее всего держать ноготок за кончик, наносить клей. Очень плохо выдавливается. Но, в принципе, это хорошо, его не будет сильно много вытекать. Хватит на несколько нанесений. Завожу под кутикулу и фиксирую. Лучше всего делать это так, чтобы вы видели, что ноготь приклеивается ровно, а не криво. Вот конечный результат. Смотрится это безумно красиво. Как будто я действительно сходила в салон и сделала себе маникюр. Хотя, когда я ходила в салон и делала маникюр, мне и то хуже делали, чем я сделала себе накладные ногти. Сама, дома. Это все очень быстро. Главное, когда это часто делать, приловчишься очень быстро. Если первый ноготь я там делала с ошибками, то чем дальше я их накладывала, наклеивала, все получалось намного быстрее и четче. Конечно, я не знаю, насколько удобно мне будет делать макияж. Мыть посуду, готовить, кушать. С такими длинными ногтями, потому что у меня такой длины еще в жизни не было. Конечно, с другой стороны, мой естественный ноготь виден. Если же для идеального результата, то лучше всего свой ноготь немножечко подрезать. Но не под ноль подрезать, а чуть-чуть, чтобы он отходил от края. Чтобы у ногтя была такая подушка, чтобы он не сильно перегибался. Чуть-чуть ноготок отрезаете, но оставляете небольшой, чтобы ноготь не падал, а держался на ногте. Посмотрим, насколько все это удобно и как долго они продержатся. Я все убрала. И давайте сейчас я еще некоторые отзывы оставлю. Поскольку это идут накладные ногти бюджетного производителя. Я надеюсь, что видно. Видите, сточка ногтя идет неравномерная. Как будто обрубочки здесь такие маленькие. Сейчас я попробую вручную сделать более плавный переход. Если же выбирать более дорогие ногти, я думаю, что вот такого нюанса возникать не будет. Раньше я тоже когда-то давно-давно пробовала делать вот такие накладные ногти, которые продавались в супермаркетах. То они держались очень недолго. Здесь, я надеюсь, ситуация будет получше, так как продукты постоянно совершенствуются. И сейчас реально в бюджетном сегменте можно находить просто крутые-крутые находки. Ну вот так смотрится намного лучше. Сейчас я еще нанесу на ногти масло. У меня это Лореаль, роскошь питания. Сейчас я это масло использую именно для кожи рук. Очень хорошо прохожусь по ноготочкам, по кутикуле. У меня есть такие чуть-чуть неприятные ощущения в зоне кутикулы. Но, возможно, я сильно глубоко завела ноготь. Это как одна из причин. Возможно, от того, что мне просто непривычно. Либо сама пластина очень высокая. Но я не скажу, что они очень сильно толстые. Скорее всего, что я очень сильно глубоко завела. Но мы на ошибках учимся. Сегодня уже данному маникюру третий день. Как вы можете заметить, здесь не хватает одного ноготка. Этот ноготок отвалился именно сегодня. И я его сейчас буду заменять как раз. Заодно хотела оставить отзыв, что он начал сам отклеиваться. То есть по моей родной ногтевой пластине видно, что здесь просто остатки клея. Но он был немножечко вот здесь сцеплен с моей ногтевой пластиной. Я думала, что если я сниму, то ничего не произойдет. Но нет. Я чуть-чуть сняла верхний шар своей ногтевой пластиной. И здесь вот как раз на пальчике это хорошо видно. Поэтому в обязательном порядке ногти нужно снимать именно с ацетоном. Для того, чтобы не повредить свою ногтевую пластину. Три дня назад я давала комментарий, что побаливает кутикула. Вместе с соединением ногтя и кутикул я думала, что я сильно глубоко загнала ноготь. Но нет, на второй день у меня кутикула уже болеть абсолютно перестала. Возможно это как привыкание, потому что в этот же день я сделала обрезной маникюр. И сразу же наклеила ногти. Возможно я сильно много отрезала самой кутикулы. Если же у вас маникюр уже предварительно готовый. То я думаю, что такого дискомфорта с кутикулой не возникнет. Сейчас третий день. Мне все абсолютно нравится. С ними уже мне удобно. В первые дни, конечно, был такой дискомфорт. Поскольку я практически всегда носила свои родные ногти. Они не особо длинные у меня были. Поэтому эта длина для меня была непривычна. И надо было менять свои привычки держания предметом. То есть если я привыкла кисточки для макияжа держать вот так. То сейчас мне мешают ногти. Мне надо кисти держать уже другим способом. Но тем не менее к ногтям можно полностью приловчиться. Если же это делать первый раз, то лучше всего с собой в косметичку, если вы это делаете на какое-то мероприятие, то лучше всего с собой забросить пару ноготков либо упаковочку вместе с клеем. Если у вас ноготок отвалится, приклеить его обратно. Это займет буквально 10 секунд. По поводу еще нюансов, к примеру. Я надеюсь, что сейчас будет видно на камеру. Вот видите, вот здесь мой ноготок кусочек. Если же это все делать идеально, то в идеале свой ноготок нужно подпиливать под форму накладного ногтя. Тогда это будет смотреться вообще суперски. Но я не хотела портить свои ногтевые пластины, то есть менять форму, потому что и так их тяжело отращивать. Но я решила, что вот такие моменты, нюансы лучше проговорить. Также форму ногтя можно подпилить, что мне нравится. И абсолютно структура самого накладного ногтя никак не портится. Я супер, мега довольна этим результатом. Для меня это просто как палочка-выручалочка, так как я никак не могу дойти к мастеру для маникюра. Поэтому это супер, супер открытие для меня. Если раньше такие ногти, они абсолютно не держались, чисто для какого-то фото можно было их наклеить и моментально же снять. Либо я знаю, что некоторые девочки раньше их наклеивали на супер клей, на момент, чтобы они хорошо держались. Сейчас вообще никаких претензий у меня абсолютно нет. Все прекрасно держится, все комфортно. Ну единственное, что кто большие ногти длинные не носил, то 1-1,5 дня нужно для того, чтобы к ним привыкнуть. И да, движение рук в целом, я заметила, что меняется из-за того, что ногти длинные. Вот меняется тело движения рук и жестикуляция рук. Ну вот такие интересные наблюдения. Сегодня уже четвертый день. Как я ношу маникюр, все просто прекрасно и превосходно. Сейчас у меня уже появляется огромное желание эксперимента. Поэтому я хочу поверх этих ногтей нанести еще вот такие втирки и зафиксировать топом. Набираю на спонжик. Вот он. Начну ее втирать. Я уже полностью оформила первую левую руку. Покрыла топом. Топ высох. Наношу второй шар вот этих серебристых блесток. И вот второй шар ложится намного лучше. Оно становится таким однотонным и максимально зеркальным. Вот я сейчас нанесу и можно будет сравнить. Сейчас вы видите результаты до нанесения втирки и после. Все ложится очень классно. Мне нравится. Вообще можно креативничать сколько угодно. В целом самый дискомфортный день носки ногтей это был первый день. После первого дня я к ногтям полностью привыкла. И каких-то трудностей там с чисткой продуктов, нарезкой, готов. Вообще полностью всем процессом готовки у меня уже не возникало. Ты буквально первый день к этим ногтям привыкаешь. И потом ты просто уже адаптируешься под новую форму и длину ногтей. И уже на 10 день носки я решила, что пора уже снять ногти. Потому что они отросли, выросли из-под кутикулы. И начали цепляться там за нитки, за волосы. И я решила, что пора их уже переделать. Процесс таков, что вы полностью опускаете ноготок в ацетон. Где-то около минутки держите. Вот этот ноготок, он становится очень мягким и легко снимается. После чего я ногтевую, свою родную ногтевую пластину зачистила бафиком. И сверху прошлась дополнительно с закрепителем. С закрепителем я походила пол дня, после чего я его сняла. Теперь я уже буду использовать другую форму ногтевой пластины. И как видите, я их просто выставила в ряд. Отдельно окрашиваю в тот цвет лака, который я хочу. Можно делать абсолютно любой дизайн. Для этого я использовала такие пластилиновые бафики, которые вручную скрутила. И сверху зафиксировала ноготок. И вот такой маникюр у меня получился в конечном результате. Я невероятно довольна тем, что эта идея пришла мне в голову. Потому что я ею теперь буду пользоваться абсолютно постоянно. И я даже больше могу вам сказать, что сейчас на просторах Алиэкспресс невероятное количество вот таких красивейших накладных ногтей. Я себе уже несколько штук в корзинку закинула. Конечно, я с вами ими поделюсь. Но уже думаю, что более дальнейших обзоров. Потому что неизвестно, как долго будут они идти в Украину. Я действительно очень и очень довольна вот этим методом. Никаких супер вложений, никаких супер усилий, либо знаний. Все легко, просто. Главное, немножко включать логику. Я надеюсь, что данное видео вам действительно стало интересным, полезным, в какой-то мере познавательным. Возможно, у вас есть тоже какие-то идеи, проверки каких-то методов, либо лайфхаков. Обязательно пишите в комментариях, и я сниму на это обзор. На сегодня я буду с вами прощаться. Правильно, до следующих видео. Пока, лисички. Субтитры сделал DimaTorzok